Всем привет! Сегодня будет обзор на светодиодный налобный фонарь Superfire HL23. Я его купил по двум причинам. Первая – это его бюджетная стоимость в районе 600 рублей, вторая – сенсорное управление. Сегодня мы рассмотрим все его характеристики, режим работы, а также протестируем ночью на дальность свечения и на комфортность использования в темном лесу. Фонарь поставляется в оригинальной упаковке в комплекте с кабелем Type-C и инструкцией, в которой почти ничего не указано. Корпус фонарика изготовлен из ударопрочного EBC пластика, который выдерживает падение с высоты до 1 метра. Все отверстия фонарика прорезинены, выдает непроницаемость по стандарту IP44, то есть не сломается при несильном дождике. Имеет встроенный аккумулятор емкостью 1000 мАч, которого должно хватать от 5 до 12 часов работы. Зарядный порт Type-C, как вы уже поняли, по кабелю из комплекта. На корпусе мы видим две кнопки. Первая – для управления режимами фонаря, всего их 9, вторая – для активации сенсорного управления. Фонарь получил два источника света – линза с узким спектром освещения и с широким спектром. Угол наклона фонаря можно менять на 45 градусов. Резинка для крепления на голове не идеальная, но вполне комфортная. На голове сидит удобно, но со временем все же голова от нее устает. Фонарь Superfire имеет размеры 62х40х38 мм, весит 53 грамма. С внешним видом разобрались. Давайте посмотрим режимы работы фонаря. Как я сказал, всего их 9. Включается фонарик коротким одинарным нажатием левой кнопки. Первый режим активирует линзу узкого спектра на максимальной яркости. На мой взгляд, не очень удобно, когда фонарь начинает работать не с минимального, а с максимального режима, так как в темноте он сначала ослепляет, а потом приходится привыкать к этой темноте, чтобы настроить необходимый режим. Второй режим – это же линзы, но меньше яркости. Сколько люмен не скажу, так как данной информации нет ни в инструкции, ни в просторах интернета. Третий режим – это же линзы на минимальной яркости. Следующий режим – стробоскоп. Пятый режим – SOS. Шестой режим активирует линзу широкого спектра. Седьмой – активирует обе линзы широкого и узкого спектра с максимальной яркостью 220 люмен и дальностью свечения 120 метров. Восьмой режим – красные свечения. Активируется путем двойного нажатия при включенном фонарике. Ну и последний режим – красный стробоскоп. Он активируется одинарным нажатием при включенном красном режиме фонаря. Также у фонаря есть режим сенсорного управления. Включается отдельной кнопкой. Активируется путем поднесения руки к сенсору на расстоянии примерно 10 сантиметров. Включает автоматический максимальный режим 220 люмен с двумя источниками света, но можно и настроить включение любого другого режима. И давайте я продемонстрирую работу фонаря в ночное время, в том числе плюсы и минусы сенсора. Режимы работы я уже озвучил, так что здесь просто оставлю подсказки на них. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Демонстрация работы фонарика Superfire HL23 в ночном лесу с активированным режимом сенсора Руки держу на виду, чтобы было понятно, что сенсор выключаю не я, а ветки деревьев Как вы заметили, фонарик за 2 метра несколько раз выключился и включился Что конечно не очень хорошо, особенно когда вы убегаете от медведя Фонарик светит ярко, пробивает лес на расстояние до 15 метров Но есть минус Линза узкого спектра светит очень ярко, а широкого спектра наоборот тускло С таким освещением в лесу, когда перед вами появляется препятствие в виде деревьев, глазу сложно сфокусироваться При использовании данного фонаря на открытой местности такой проблемы возникнуть не должно При выходе из леса опять пробираюсь через ветки, которые отключают сенсор По стоимости, я сегодня проверил его текущую стоимость в районе 1000 рублей Но на него частенько бывают скидки и можно купить данный фонарик рублей за 600 Ссылку я оставлю в комментариях На мой взгляд, при такой стоимости отличный получился налобник Яркий и дальнобойкий, отдельно порадовало сенсорное управление Из минусов могу выделить только большую разницу в яркости линз фонаря А также неудобство отключения сенсора любой веткой, которая попала в 10-сантиметровый радиус действия В остальном фонарик за свои деньги очень даже хорош, и при его использовании на открытых участках проблем с освещением быть не должно А в лесу сенсор можно просто отключить На этом мой обзор налобного фонаря Superfire HL23 закончен Спасибо, что досмотрели видео до конца Если не сложно, попрошу поставить лайк и написать, на что бы вы хотели посмотреть следующий обзор До свидания